Лето – время обострения интернет-зависимости, говорят эксперты. Предоставленные сами себе маленькие казахстанцы во время каникул с головой погружаются в гаджеты интернет. Что такое киберзависимость, как ее избежать и какие советы дают специалисты родителям, расскажет Нина Шаппо. Летние каникулы оборачиваются для родителей головной болью. Пока взрослые работают, дети остаются наедине с гаджетами. Статистика говорит, что летом интернет-зависимость у детей становится крепче. Запрет и не выход, считают эксперты по кибербезопасности. Здесь важно научить ребенка цифровой гигиене и настроить на устройствах родительский контроль. Очень многое зависит от атмосферы в семье. То есть, если мама с папой с утра до вечера тоже смотрят гаджеты, не разговаривают с детьми, нет у них общих каких-то там условно выходных занятий, то и дети себя так будут вести. Мы самый красноречивый пример поведения и здоровых цифровых привычек. О кибербезопасности родитель должен позаботиться в первую очередь. До пяти лет пользование гаджетами должно ограничиваться одним часом в день. Подростки могут проводить в сети до трех часов, но с перерывом на отдых. Неплохо бы вести семейные правила. Например, никаких телефонов за едой или в поездке. И взять за традицию, например, семейное чтение или занятие спортом. Ну и обезопасить сам гаджет, установить антивирус и родительский контроль. Рассказать ребенку, как создать уникальный пароль и время от времени проверять историю браузера. Есть такие исследования, что дети от пяти до восьми лет впервые пробуют в это время интернет и все гаджеты. Но на самом деле это все происходит гораздо раньше. Ну два, три, уже сидит там мультик, не мультик, что-то в руки дано. Ну вот, естественно, это изображение, это цвета яркие. Ребенок получает дозу дофамина. То есть уже идет вот здесь вот глубокое формирование зависимости. Чем раньше ребенок пристрастится к гаджетам, тем устойчивее его зависимость. Негативные последствия бесконтрольного использования гаджетов фиксируют и врачи-невропатологи. Так некоторые расстройства, ранее характерные только для взрослых, стали проявляться и у детей. Боли в груди и болезненное сердцебиение, ЭКГ идеальное, узи сердца идеальное. Начинаем выяснять, а у ребенка, кажется, он бесконтрольно играл в смартфон, в какие-то кровавые игры. Он боялся, пугался, но все равно играл в эту кровавую игру. Естественно, это привело к паническим атакам у ребенка. Поэтому специалисты рекомендуют не только ограничивать время, проведенное в планшетах и телефонах, но и контролировать, что смотрит и во что играет ребенок. Зачастую чрезмерное увлечение гаджетами ведет к бессоннице. А это прямая дорога к эпилептическим приступам у вполне здоровых детей.